Контролируйся, я-то вот стою. Приветствую, дорогой мудрец Рашид Сердечно. Вот, я тебя назвал мудрецом. Я тебя также, и твоих всех слушателей. Я тебя по праву назвал мудрецом, потому что ты иногда такие, как говорят, перлы выдаешь. Ну, например, ты меня назвал пророком. Конечно, это было чересчур, но ты представляешь, поддержали, друзья. Друзья, слушайте, я юморист, друзья, поэтому, поскольку мы специально, вы, наверное, обратили внимание, Рашид, каждый день бегает 5, 7, 8, 10 километров, а я сижу, никуда не хожу. Вот вы обратите внимание, друзья, на это, и все равно, вот мы ищем путь, мы ищем истину, бегать надо каждый день или можно сидеть вот так. То есть у нас очень интересный формат разговора, когда мы все время противопоставляем какие-то вещи и вместе ищем истину, вместе ищем истину. Но вначале я подниму себе авторитет. Если я пророк, как говорится, а Рашид тем более еще сказал, вот это не нулевое состояние, а состояние Хасая или точка Хасая, через которую, как через нирвану в поток можно выходить, ну, которая лежит между переключениями мозга. Ну, которую ты открыл, как планету, понимаешь, если бы это была планета, мы бы ее назвали планетой Хасая, а так пока только точка Хасая. Сейчас я скажу кое-что интересное. Ну, давай. Вот смотри, какая огроменная книга. О, ты мой. Ничего себе, книга про нас. Про нас. Знаковые фигуры нашей эпохи. И что там, где там Хасай? Хе, не то слово. Даже здесь есть Толя Карпов, наш шампатист, с мамой, который, ну, это мои друзья все время дружили. Я пять лет ходил к маме для того, чтобы ее поддержать. И все это знают. А Толя Карпов чемпион мира. Ну, я туда Мелехову привел, и он их сфотографировал. Да. Кроме того, значит, вот в этой же большой книге Мелехова Аксенов. Да. Аксенов, мой друг. Ну, конечно. Дело в том, что его жена Майя как раз меня познакомила, ну, вот президента вот этого искусства, Академии искусств. Ну, которая, ну, всем известна. Ну, кто новый. Ты смотри, ты все через женщин делаешь, а? Или делаешь? Я же про это и говорил. Я про это и говорил. А вот теперь посмотри. В этой же книге Мелехова мой портрет, такой потрясающий портрет мне Мелехов сделал. С трубкой. Вот он я. Красавец. Ты смотри, красавец какой, а? Он-то рядом со мной, знаешь, кто на портрете? Дикуль. Да, Дикуль, но я помню, который вот правил там кости, ломал и правил, да? Который, который повредил себе позвоночник. Да, повредил. А потом восстановился, и потом вот, а я, в отличие от Дикуля, не только повредил позвоночник. Я бы тоже сейчас бегал, прыгал, как ты, а я повредил спиной мозг. А Дикуль не повредил спиной мозг, и слава тебе, слава миру, как говорится. Так вот, почему я, прошедший Крым, Рим и медные трубы, про которого я почему сейчас себя расхваливаю, чтобы оправдать твою фразу, что я могу быть пророком. Ты уже есть пророк, не можешь быть, а есть пророк. Потому что про меня много книг написали. Вот, например, Наталья Кузьмина написала книжку, у меня этот ключ Хасая Леева, сихрогимнастика, отмечли как открытие. И много про меня книг написали. И знаешь, что еще? Самое интересное. Муж ее, Галины Кмит, играл Петьку у Чапаева в фильме «Чапаев». Ну, конечно, конечно. Опять ты через бак все делал, а? Ну, ты дойдешь. А Галина Кмит, потрясающий фотограф, актриса. Она сделала целый альбом. Ах, эти великолепные мужчины. И там моя фотография. Ах, ты куда залез, а, великолепный мужчина. Ну, ты представляешь, вот как я себя расхвалил, расхвалил. Я же юморист, но в каждой шутке есть доля правды. Я еще могу много говорить. Я могу еще сказать, знаешь что? Очень интересную вещь. Потому что вот академик Фролов, вице-президент Академии наук СССР, Константин Васильевич, был моим другом. И он был героем Советского Союза тайно. Почему? Потому что когда Буран наш испытывали, когда Политбюро уже написало срок вылета Бурана, он единственный, который был членом комиссии, он единственный написал личное мнение, что нельзя его выпускать сейчас. И они как это? Политбюро решил, а Фролов, какой-то президент, там, вице-президент Академии наук СССР, пишет там какой-то академик. Но он не побоялся и написал личное мнение. И тогда они опять обследовали Буран и нашли, что он был прав. И ему тайно, тайно, дали героя Советского Союза. Сейчас покажу. Наверное, героя соцтруда, ты имеешь в виду. Ведь тогда два героя было. Герой Советского Союза и герой социалистического труда был. Посмотрел он, какой герой. Ну, это ты показываешь сторону, где у нас медали мешали, а ордена на левой стороне. Вот правильно ты сказал, там левая сторона, там, да, вот геройская звезда. Да, это тайно ему дали, и никогда не говорили. Да, вот. А он был еще и генералом. Да, он генералом был. А, но тогда, если он был военный, тогда герой Советского Союза. Так он был генералом, и, ну, генерал, это все было секретно. Он был вице-президент Академии наук, директор Института машиноведения Академии наук СССР, там, где все проверялось, все, что летает, стреляет, писали заключения. И там наш друг Палилов, профессор, который пишет еще и стихи. В квартире мамы, папы, которого я сейчас нахожусь, и пишу картины. Вот, и пишу картины. А он пишет и стихи, которые занимаются керамзитными материалами, всевозможными, профессор выдающийся. А еще друг мой, Петухов Сергей Валентинович, который недавно ко мне приезжал, ну, год назад, наверное, и мы вместе делали видео, ну, кто-то видел там, наверное. Поэтому, друзья, кто прошел Крым, Рим и Медные трубы, конечно, больше знает, чем те, которые это не проходили. И поэтому мы с Рашидом, он прошел Крым, Рим и Медные трубы, и я, я в одежде, а он раздетый, я, сидя в комнате, неподвижно, пять лет из-за инвалидности, а он, бегая пять-десять километров в день, каждый день, мы поэтому сожлись на том, что мир крутят. Кто? Ой, красивые женщины крутят мир вместе со всеми мужиками. Вместе со всеми мужиками. Поэтому у меня, вон там картина, Матерь Мира, вот она со свечой, Матерь Мира, поэтому у меня велосипедист, ангел, вон там наверху, и белая ромашка, белая ромашка, и там Божья коровка. А вот посмотри, как мама-ребеночка качает. Она же берегиня, берегиня. А теперь, Рашид, давай, мудрец восточный, говори. Ну, мы с тобой вроде бы про женщину же много говорили, и нас, наверное, могут заподозрить, что мы не ровно дышим в отношении них, но, по-моему, в этом вся соль жизни. И как-то мы пытались с тобой затронуть вопрос уйти от обыденности, когда мы видим в женщине, ну, только мать, жену, подругу, там, ну, так сказать, более приземленно на нее смотрим. А ведь были времена, когда женщины правили не просто, мы будем так говорить, на уровне семьи или племя, а вообще матриархат, если помнишь, был такое в истории, и его длительность несколько сот тысяч лет, в отличие от патриархата, который установился где-то лет, наверное, тысяч десять назад всего. А до этого у нас женщины правили миром, и ничего, выжили ведь мы, и войн таких глобальных никогда не было. Но археологи до сих пор не показали миру, что вот, мол, мы нашли захоронение там, неандертальцев, пятьдесят тысяч лет назад была битва большая, десять тысяч скелетов лежит. Ни одного. Мамонтов нахожу. Хочешь сказать, что когда женщины правили миром, не было никаких войн? Ну, драчки, может быть, и были, так сказать, за участок, угодья там, за территорию, но не было вот таких эпохальных битв, когда сотнями, тысячами сражались. Ведь если бы они дрались, а ты понимаешь, тогда проблема-то проще решалась, если они на мамонтов ходили, да, или на саблезубых тигров, на медведей, да, что им стоило простого, другого, так сказать, двуногого убить? То есть, если бы была такая битва, сходка, понимаешь, сколько трупов было, тогда культуры захоронения не было, они бы их просто бросили, животные бы их, птичники, обглодали, а кости бы остались на этом месте, и археологи бы нашли их, а находим-то всего по одному, по два трупа, не больше, скелета, даже не труп, а скелета. Это говорит о чем? О том, что тогда таких больших сражений не было при женщинах, не допускали они до этого. Слушай, Расул Гамзатов даже стихи написал такие, что женщина какую роль играет для мира, когда вот два джигита между собой подерутся, женщина выходила, платок бросала белый, и они должны были остановиться. Вот как раз хороший пример тебе, как уроженцу Кавказа, как не знать, какие войны на Кавказе все время были, и семьи воевали, роды воевали, племена воевали, но когда женщины выходили, мужики останавливались, при том, что кавказский мужчина это горячий мужчина, а женщины останавливались, они не допускали полного уничтожения ни семьи, ни рода, ни племени. Вот это интересно, слушай, это очень интересно. Вот у меня, например, вот поэтому, может быть, у меня оружие я очень люблю, и вообще женщины говорят, когда мужчина весь покрыт ранами, всякими рубцами, как они мужчин любят, восхваляют, потому что он такой боевитый, там туда-сюда, а у меня эти оружия, для того, чтобы краску скоблить, когда я какой-то мазок неправильно сделаю, например, для художеств, вот у меня, видишь, для художеств, краску пролью, если я соскорбаю с пола, это мне помогает, я не занимаюсь этими военными делами, еще у меня, видишь, вот инструмент. Ну, ничего себе, мирный человек, это у тебя инструмент, или у тебя это... Это зажигалка для моей трубки, это зажигалка для моей трубки, кстати, уже не работает, кстати, сломалась, поэтому я свою трубку, как ты говоришь, кури свою трубку, чтобы мудрее казался, я курю ее через обычную зажигалку. Ну, ладно, а то я уж грешным делом подумал, все, он о мире, о мире говорит, а сам с гранатами сидит, ну, напугал, напугал. Потому что я хочу стресс переводить именно на мирные рельсы, стресс переводить, вот этот вот бурю, шторм переводить через ноль, через точку Хасая, как ты говоришь, через состояние Хасая, через нирвану, Будды, переводить на поток изобретений, созидания, развития мира, чтобы было сокращение кризисов в голове и в мире, а ты говоришь, что женщина это решает, это муза, да, муза это решает, или все-таки мужчина? У меня как раз здесь вот есть как бы, ну, хочу свои две копейки вставить. Когда ты говоришь о человечестве, ты как бы совмещаешь, не разделяешь мужчину и женщину. Вот у меня такое впечатление складывается, ты не хочешь, или умышленный не хочешь разделять, не разделять, или тебе все-таки мужское начало больше играет. Ты же все-таки человек с Кавказа, поэтому мужское начало тебе пьет шампанское, называется у меня картина упоения шампанским, но я жду белую краску, вот мне мой друг Ислам пришлет сейчас, я куплю, значит, белую краску и телесную, и они будут еще светлее, и скажу, они лимонад пьют, потому что, когда люди пьют, алкоголь у них включается, вот это то, нормальный человек творчеством занимается, и у него включается это без всякого шампанского, и пить не надо ничего, алкоголя никакого, так для этого женщина нужна, муза. Вот как раз я хотел тебе сказать, чтобы ты в своем учении, да, все-таки немножко разделил и определил роли женщины или мужчины, у тебя же все портреты, смотри, с какими женскими образами ты нас каждый вечер удивляешь и знакомишь, они же у тебя как живые все, я же тебе говорил, у них здесь глаза, это непередаваемо, они стреляют как живые. Глубокие, правда, как звезды. Да, у тебя глаза, там пропасть, которая... она несет огонь, она несет, как Данка нес сердце, она несет мир, она несет знания. Ну вот смотри, а у меня такой образ пришел в голову, раз мы с тобой все время пытаемся на женский образ съехать, помнишь детство, давай вернемся в детство, сказки «Тысяча и одна ночь». Вот, 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 но я никогда не... Я читал, я очень люблю, но я никогда не понимал историю. Откуда это возникло? Это же, по-моему... Ну вот давай немножко пару слов, вообще «Тысяча и одна ночь». ты вот как-то упоминал, но ты говорил арабское, да? Вообще «Тысяча и одна ночь» уже установлена, они идут из Персии. Это еще не Иран, это Персия, это до 10 века. Персия, есть у них книга, письменный, так сказать, источник, называется «Тысяча легенд». «Тысяча легенд». «Тысяча легенд» он у них называется, в котором как раз много историй, которые вошли в «Тысяча и одну ночь», они там есть. А само «Тысяча и одну ночь» это сборник, да? Сказок и сказаний, которые собраны были в Багдаде при Амиядах в 10 веке. Вот откуда все и назвали этот сборник «Тысяча и одна ночь». А я тебе назвал «Купрец», потому что ты все это знаешь. Вот откуда мы все и считаем, и ты меня помнишь несколько передач до того, ты меня спросил, да, про эту «Тысячу и одну ночь», что, мол, почему там нету рисунков в книге, да, потому что, когда арабы уже собрали это и издали, уже был ислам, и нельзя было рисовать нечеловеческих лиц и образов, и животных. Ну вот, вернемся туда, к Персии, да, и сама Шахризада и Шахтияр, да, имена-то иранского происхождения. История как раз заключается не в том, что там Аладдин, Симбад-Мореход, Али-Баба и 40 разбойников, да, но всем знакомые образы, которые растиражированы, кино, мультфильмы снимали, бог знает чего, да, но ведь сама соль вот этой книги, да, почему-то ускользает все время от внимания, и на нее не обращают, я бы так сказал, реального внимания, в чем соль-то была, ведь даже книга эта открывается, эта история описана, но почему-то, опять же, повторяюсь, на нее не обращали внимания, а ведь поэтому я интересуюсь, и я думаю, это многих заинтересует, откуда это берется, вот почему-то, «Ночь» такая знаменитая книга, я же помню, я в юности этим зачитывался, но я не понимал, что это. Вот смотри, мы говорим об исламском востоке, это расцвет, это аббасидский халифат, который не заменил, а, так сказать, власть сместилась в халифате из Амияцкого халифата, который базировался в Сирии, Дамаск, он переехал в Багдад, Багдадский вор, такие аналогии сразу возникают, или Гаруна-Рашид, да, такие возникают, но сказка сама вот, сама Шахризада и Шахтияр, это персидские образы, а в чем суть-то была? Ну, Шахтияр был шахом, мы будем так говорить, чтобы все понимали, это как царь, король, да, вот аналогия в Персии, это не очень рассказано здесь, но в персидском варианте это рассказано, предыстория была, у него был брат, который управлял какой-то областью, однажды его брат застукал свою жену, понимаешь, в постели со слугой, слуга был черный, но он убил их обоих, это говорится уже ислам, в исламе прелюбодеяние, если помнишь, я говорил, да, это смертный грех, и поэтому, когда человек за прелюбияние убил, это направдывается, поэтому это в сказках и оставляли, чтобы люди помнили, не только в Коране записано, что прелюбодеяние это смертный грех, но и дети с детства это, когда читали, им рассказывали эти сказки, знали, что прелюбодеяние это смертный грех, то есть, весь ислам как бы сказку в канву сказки он вплетен, он после того, как он их прикончил, он приезжает к своему брату Шахтияру, пожаловался на то, что говорит, вот смотри, что у меня произошло, вроде любимая жена была, и она тебе изменила, кстати, в сказках «Тысяча и одна ночь» в полном издании, там очень много сказок, которые имеют откровенно сексуальный уклон, которые говорят и о разврате, и о прелюбодеяниях, там это очень много, он говорит, ну у меня такого быть не может Шахтияр, идем посмотрим, ну и что они видят, они там вышли в какой-то дворик свой, видно, большой дворец, и он увидел, что его жена тоже занимается с его слугой, любовью, ну это не любовь, сам понимаешь, чем занимался, но тому тоже пришлось меч достать, он так же, как ты, носил оружие с собой, поэтому он тут же их на месте зарубил, опять уклонный ислам, что прелюбодеянием нельзя заниматься, и это оправдано, что муж убил и жену, и того, кто с ней занимался, то есть это нормальная вещь, и после этого Шахтияр установил в своей стране Перси, да, ему каждую ночь приводили девушку на ночь, а утром палач ее казнил. Это что, он на весь женский рот, что ли, на весь женский рот он разобиделся настолько, что вот настало время, когда визирь, старший визирь, как премьер-министр по нынешнему, приходит и говорит, Шах, больше не осталось девственниц, которых ты мог бы принять сегодня ночью. Вот до такого дошло, то есть это несколько лет продолжалось, что в стране не могли найти ему девственницу на ночь. Но он говорит визирю, слушай, ты у меня управляешь всем, поэтому или у меня ночью будет девушка или палач будет твою голову утром рубить. Ну, визирь возвращается домой, как говорится, ни жив, ни мертв. У него было две дочери. Старшую как раз звали Шахризада. Ух ты, это самая Шахризада, которая... Да, это та самая Шахризада, а не к отцу, что папенька с тобой случилось. Но он им рассказывает, вот, вот что, девушек нет, значит, мне завтра голову утром срубят. Тогда старшая дочь Шахризада говорит, я помогу, я пойду. Отец, как, так, ты что, и прочее. Она настояла. То есть, она пришла. Она хотела отца защитить, да? Обожди, да, я расскажу, не забегай вперед. Так. Она не отца съездит. Я расскажу, что в конечном итоге. Ну, на этом, конкретно сейчас, отец подумал, что она идет защищать его. Ну, а что толку? Он же понимал, ну и что, она на один день его спасет, а на следующий день надо новую искать, а их нет никого. Так что, все равно его голова бы слетела на следующее утро. она приходит во дворец, ну, понятное дело, приготовили, уложили, ну, там не койка была, конечно, тогда койк не было, но где-то примостили. И среди ночи, после того, как шах исполнил то, что хотел, она говорит, а хочешь, у нас до утра еще есть время, я же знаю, что ты утром должен мне голову, твой палач должен меня отрубить, дай я тебе сказку расскажу. Он говорит, ну, что, давай рассказывай. И вот она начала повествовать. Она рассказывала сказку захватывающую, в шаг заслушался, утро уже настало, она говорит, о, спать хочу, и вы засыпаете, мой господин. Он говорит, а как же сказку надо досказать? Она говорит, я завтра расскажу. Ну, давай, он согласился. О, какая выжая дама, да? Да, то есть, она, не окончив сказку, она перенесла продолжение или окончание на следующее. И так она каждую ночь, после ночи любви, была утренняя сказка и продолжение каждый раз. И так это длилось тысячу и одну ночь. В арабском варианте это называется альфлейля увалейля. Тысяча и одна ночь, и поэтому все перевели на европейский язык и даже на русский язык, дословно перевезно с арабского. Тысяча и одна ночь. То есть, тысяча и одна ночь это три года, правильно? То есть, три года Шах ни одной девушки не убил, позволил вырасти девушкам. Естественно, многие вышли замуж там, нарожали детей, и население пошло расти. То есть, что она сделала? Она собой закрыла и спасла столько девушек. Понимаешь? И вот ее миссия это была. Она именно это сделала. Не просто она, что называется, полетела в койку, к шаху, а она именно благодаря этому спасла очень много девушек в этой стране. То есть, она как бы защитила, несмотря на то, что какой кровожадный этот шаг был, что согласен был после ночи любви рубить голову каждой девушке. Понимаешь? Вот ее соль-то была. Она как спасительница выступила. Берегиня, берегиня, вот, берегиня. Да, берегиня. Она именно сберегла молодых девушек в стране. Женский род она сберегла. Ну, женский род, извини, а ты сам понимаешь, это где-то родный возраст, а дальше-то пошли. Сколько народу она, считай, спасла? А сколько бы, если бы она это не сделала, сколько бы не родилось людей, ты понимаешь? То есть, вот, ее миссия получилась. И эту миссию, понимаешь, это мы с тобой даже сейчас понимаем. Ты думаешь, что тогда это не понимали, что ли, когда вот этот образ ставили в самое начало вот этой, у этого сборника «Тысяча одна ночь». они тоже понимали, это исламская страна, где полностью как бы, ну, мы уже говорили на этом, хотя по сравнению с другими религиями у женщины больше прав, да, чем в остальных абрамических религиях, но все равно они на первое место поставили женский образ женщины как спасительницы. Понимаешь, даже в то время, 10 век, они это поставили, они же могли эту сказку во все убрать. Ну, пришла, рассказала и прочее, да, ладно, там что-то не без этой преамбулы. А так она три года она его, так сказать, охмуряла этими сказками, правда, за это время три сына родилось у нее, вот, и он даже женился на ней официально. Слушай, так вот в чем дело, может быть, потому что сегодня у нас женщин мало в руководстве мира, может быть, у нас мужики всем управляют, поэтому они более агрессивные, поэтому войны происходят, они все время меряются между собой, кто там чего, у кого больше, кто сильнее, а женщина, она мир сохраняет, может быть, надо, может быть, об этом эта сказка, нет, может, я неправильно... Ну, вот как раз, вот как раз это я хотел тебе сказать, когда говорил, ты в своем хомо-футуристе разделяешь на два пола, роль мужчины, роль женщины, и роль женщины надо поднимать, понимаешь, нельзя сразу вот просто так взять и поставить, да, от этого ничего не изменится, потому что мы живем в мужском, в мужланском обществе. Да, все религии придумали мужчины, а верят... мужчины и все вокруг это, все и традиции и прочее, понимаешь, в чем дело? Тут ломка как раз вот то, что ты говоришь-то, то, что ты хочешь, почему я тебя пророком называю, ты ведешь как раз к новому строению самого общества, понимаешь, у всех разные роли, но одна роль в одном должна быть выше, у другого роль в другом выше. Почему я начал с матриархата? Ведь благодаря матриархату вообще выжили мы, понимаешь, несколько сот тысяч лет человечество там, говорят, проходило через всякие узкие горлышки и прочее, и какие у нас там эти были, да, мамонты, тигры, медведи были бы в несколько раз больше, чем маленький человечек, а человечество выжило? Ну, это уже уважение к женщине и в Советском Союзе было, там гражданка, гражданка, вы кто там в очереди, гражданка, я же перед вас стояла, да, или я неправильно понимаю? У вас тут не стояла женщина, да, какое-то слово, да, ну ладно было, да, сударыня, сударушка, да, в русском языке вот, 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 сударыня, сударыня, барышня, да, было, было, ну да, другое, ты понимаешь, а вот когда низвели там товарищ, вообще, помнишь, товарищ, товарищ Максимов, это, ну, ну понятно, искали, это в истории, искали ход, как найти, ну, коммунистическое общество, где от каждого по потребностям, каждому по возможности. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Плохо ты выучил моральный кодекс строителя коммунистов. Слушай, я просто перепутал, потому что я так разволновался, потому что ты такие сокровенные вещи открываешь мудрые. Слушай, очень интересно. Вот она, это еще одна ночь о чем. Вот, и здесь даже, ты понимаешь, я говорю, это 10 век, когда они сборник свой сделали, это потом его перевели на другие языки. Мы-то вообще получили свой вариант перевода с французского, это 19 век. И то не помните, у нас вот такого размера, по-моему, книжечки, если ты помнишь, мы в детстве с тобой читали. Это картинка. вот, ну вот и все, была такая, да. Слушай, Рашид, извини, я так вспомнил сразу восточного, Халил Джибран, я уже, наверное, говорил как-то, который писал книги «Пророк», которая в Америке там издавалась 20 с лишним раз, это раннее христианство, не поодиночка, не поодиночке мы, а вместе мы идем к нашему высшему, божественному Я. Мы одновременно и путник, и его дорога. И мы в ответе за тех, кто идет позади нас. Но мы в ответе за тех, кто шел впереди нас, кто был ловок и проворен в ногах, упал и не убрал камень с дороги. Мне кажется, вот эта восточная мудрость, она такая большая, такая древняя, и вот поэтому сейчас идет вечный спор, а кто же прав, у кого больше истории? Ты как считаешь, если мы сейчас начнем все больше уважать женщин, в руководстве, в правительстве будет больше женщин, мира будет больше? С одной стороны, я бы хотел с тобой согласиться, но опять же, понимаешь, нужно воспитать эту новую женщину. Нельзя вот просто брать, вот видишь, в Америке пытаются, второй заход на женщину. Хотя все знают, у нее немножко с головой не в порядке, но все равно толкают ее, вот, мол, женщина. Понимаешь, нужна новая женщина, а не та женщина, которая была воспитана в мужском обществе. А как это в школе человек будущего хомо-футура в школе человечности, мы как раз почему с тобой и советуемся с мудрецом. Как же быть? Потому что в восточной мудрости тысячи лет, и я как-то задавал вопрос, ко мне из администрации президента приезжал парень, там, ну, очень известный человек, и он говорит, а почему ты так говоришь, что западный философ, а восточный мудрец. А я ему сказал, потому что восточные философии жиждятся на вечных ценностях, а западные на временных ценностях, прогресс, результат и так далее. А восточные на любви, созидательности, бережения, вот эти вот вечные ценности, сопереживания, творчество, счастье быть собой, а когда мы все являемся собой, да еще и вместе, это высшее счастье. Да, он так меня послушал, ну, по-моему, ничего не понял, хотя доктор наук тоже, международный. Ну, понимаешь, ведь все очень просто, восток старше и мудрее, чем запад. Но, опять же, все установили мужики, и там, и тут все установили мужики, понимаешь, в чем дело. И в этом мужском обществе мы пытаемся найти женщину, которую поставить можно было, да, как картину, но управлять мы хотим ею. Опять же, мужики не допустят, чтобы женщины управляли. Вот почему, Рашид, извини, почему так получилось, что был матриархат в свое время, а почему потом опять мужики стали вот... Ну, давай я свое. Мы с тобой немножко с юмором, вот мое видение, как, что случилось. К сожалению, я должен здесь вот ткнуть в сторону женщин. Они виноваты, что пришел матриархат. Вот смотри. Матриархат пришел, они виноваты. Матриархат пришел, почему матриархат закончился, именно из-за женщины. Вот смотри. Первоначально, когда первобытно общинное общество, да, женщина-голова, понятное дело. Мужик бегает, добывает, или он добывает, или его добывают, правильно? Так сказать, каждый день кого-то стая не досчитывается. Кого-то там съел тигр, кого-то затоптал мамон там, понимаешь, да, вот или что. А женщины у нас сидят, у очага, между собой разговаривают, речь создали, потому что мужики на охоте, ты знаешь, на охоте, на рыбалке все молчат. Чтобы не расшугать, да? Молчат. Да, конечно, понимаешь, или звери услышат, там только знаками же общаются. А женщины что делают? Да еще, когда дети бегают, как остановить? Вот они речь-то и придумали. Это первое, я что-то говорю. Дальше, когда человек начинает разговаривать, то есть ты сам как доктор знаешь, да, начинает развиваться речевой аппарат, голова начинает работать и прочее. Женщина подумала, эй, ну, Вани-то не было там, ну, ты там, чернобровый, что там все время бегаешь-то? Я тебя хочу и с утра, и вечером, так что давай сиди дома. А я говорю ей, а кто же зверя принесет или там клубень где-то найдет? Она говорит, а что ты бегаешь по лесам? Что, не можешь домашнюю скотину, что ли, завести? Что, не можешь землю распахать палкой и туда зерно бросить? Ну, когда женщина стимулировала мужчину надеть. То есть она его стимулировала на вот эти виды работы. Ну, я, так сказать, утрирую, да, все. Потом она ему говорит, мне же украшения надо делать, правильно? Что я хожу, так сказать, с открытием грудью, давайте... Как у Пушкина, да, вот ты как-то говорил об этом. Старик, да, рыбачей из золотой рыбки, да? То есть она ему говорит, ты мне давай это, а что ты мне, говорит, эту самую волчью шкуру принес? Хочу леопардовую шкуру, правильно? Да, да, да. То есть она его как бы все время двигает под зад, понимаешь? Ну, а что мужику делать? Хочешь, не хочешь, приходится там и туда изгаляться, и сюда. Ну, а женщина требует, ладно, бегать не буду, скотину завел, да? Бриллианты, бриллианты, бриллианты хочу, чтобы видно меня было, да? То есть уже не надо бегать, и тебе уже не надо каждый день за провизией думать, потому что, ты сам понимаешь, мы с хомо сапиенсами стали, когда мы перешли на вот эту вот углеводную пищу, да? Когда стали злаки есть, и тогда у нас голова заработала. И тут мужики проснулись. А с какого-то черта я все делаю, я все добываю, понимаешь? А мне за пять минут удовольствия вот такие муки. А ну-ка, говорит, сюда иди. Да, да, да. И вот с этого момента все и началось. То есть женщина упустила в этот момент, она сама подняла мужчину наверх, заставив все же делать. Слушай, извини, у меня юмор есть. Я один раз говорил, было смешно, я же юморист. Там была картинка такая в «Крокодиле», по-моему. Ну, или в «Крокодиле» еще нельзя было это печатать. Ну, где-то я в интернете видел, как девочка стоит, трусики опустила, и мальчику говорит, видишь, там ничего нету. Он говорит, вижу, там ничего нету. Он говорит, вот этим ничего, я буду управлять тобой всю жизнь. Ну, вот, собственно говоря, с этого вся история началась. Ну, подпрашивала мать, она мать, она продолжает род, но без мужика она как может его продолжать? Ну, вот, нынешнее поколение, по-моему, идет как раз в другую сторону, понимаешь? К сожалению, посмотри, что творится. А там безлюзия происходит. ЛГБТ и прочее сейчас додумаются, и, короче говоря, вот, почему я и сказал тебе, пророк, ты пришел вовремя, как раз, когда общество сейчас стоит на распутье, и причем склоняется к обрыву больше, идти в сторону обрыва. А ты как раз с новым человеком, вот, со своей новой новой теории, как его готовить, этого человека, причем безболезненно, без больших затрат, то есть именно по-божественному, гениально, просто. Потому что у нас даже в учебнике по физкультуре есть сихрогимнастика, чтобы каждый человек с подросткового возраста мог уже подбирать себе действия с синхронной текущему состоянию в моменте, адаптироваться к состоянию и переходить в поток, создавать новое. Потому что, если люди не будут созидать, опять придут ледниковые периоды или еще что-то придет, и все погибнут, как погибли мамонты. Ой, давай не будем каркать. Слушай, у тебя такие картины, ты такие вещи проповедуешь, пророк Хасай, и говоришь такие мрачные предсказания. Не надо. Я наоборот говорю, что уже дети последующего поколения будут знать, что такое синхрон. Вот единственное у меня вопрос, почему ты только десятый-одиннадцатый? Вообще, по-моему, твой ключ нужно давать даже до школы даже нужно уже, чтобы люди в школу пришли, ребятки, в школу пришли. Мы ищем братьев по-разному, которые будут подключаться, которые будут делать предложения, как это развивать, внедрять. Разговоры с Рашидом у нас развивающие, уморазвивающие, мироощущающие, такие вот мировоззренческие, философские. Мы с юмором разговариваем, но я хочу, чтобы вы, друзья, обратили внимание. Рашид каждый день бегает, а тут одна дама написала, а что он голый, как ему не стыдно, как это можно? Она не подумала, она не подумала, она не заглянула вглубь вопроса, что мы это специально делаем, что человек в спортзале, поэтому он там должен быть без рубашки, а я, наоборот, в рубашке, потому что я в теплой комнате, и мы показываем полярные вещи, чтобы вместе открыть истину, уйти из зашоренности, чтобы снять шаблоны, чтобы человек начал думать своей головой, а не писать черти чо, еще не вникнув в суть вопроса. Правильно я говорю, Рашид? Ну, тебе виднее, Хасай, я-то ведь не приукрашиваюсь, меня только попозже видно, я же нижний показываю, правильно? Ну, еще чего-нибудь хватало, все девочки, какие воспитанные, неправильно. А у меня там шорты, у меня там шорты. Я тут хотел бегать даже за тобой. А я хочу, чтобы они бегали за нами, за мной, за всеми мужчинами, и вообще вы проявляли себя творчески, а не только агрессивно. Поэтому пусть все пишут комменты, вопросы пишут, чем больше вопросов, тем больше ответов. Давай, Рашид, говори еще. Ну, Хасай, я все-таки хочу тебя больше подтолкнуть к тому, что может быть тебе что-то такое, какой-то уклон или какое-то выделить женское направление. Вот в картинах оно у тебя прослеживается, тут слов нету, обалденные у тебя все образы, глаза, я тебе сразу скажу, влюбляться можно в любую из них. Они с такими глазами, это даже я не могу устоять. Вот. Но дай что-нибудь такое, чтобы вот немножко выделить ее, я бы так сказал, понимаешь? Женщину ведь, давай будем так откровенно говорить как мужики, чем выше ты ее поднимаешь, тем больше она тебя любит. Ну, давай будем больше хвалить, что ли, женщин или что? Вот я знаю хороший способ манипуляции. Я знаю хороший способ манипуляции. Манипуляция, это же женщинам, когда больше рассказываешь комплиментов, когда больше хвалишь. Кстати говоря, женщины и мужчинами так управляют. Знаешь, как я обратил внимание? Она ему несколько раз скажет хорошие слова, похвалит его за какие-то мысли, а потом начинает манипулировать. Вот это интересно. И, кстати, все манипуляторы Мелии тоже так делают. Они похвалят несколько раз, подтвердят, типа, вот как ты прав, какой ты молодец, как одна дама, там она шпионка была большая, Матахаря, или как-то ее звали. Ну, было такое, да. Она сказала, она сказала, это великая шпионка, она сказала мужику, которого хотела захватить и манипулировать, она ему сказала, я физически чувствую силу твоего ума. Хо! Друзья, хорошо сказано. Сказано. Физически чувствую силу ума, да. Ну, вот смотри, кстати, ты правильно сказал, что женщина может соображать иногда даже больше и выше, и дальше по глубине, чем мужик. Понимаешь? Но воспитание с детства, и ты знаешь, как, опять же, к сожалению, плохая восточная мудрость говорит, у женщины волос длинный, ум короткий. Слышал такое, ты знаешь, да? Я еще слышал, что мужики козлы, а бабы дуры. Вот, вот смотри, и вот это вот дети ведь с детства, это же как внушение, сам понимаешь, правильно? Вот оно откуда берется. Вот, 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 откуда берется. С детства закладка на шаблоны восприятия. Вот, вот я о чем хочу тебе как раз и натолкнуть на это. Понимаешь, в чем дело? С детства уже девочки это вталкивают. Слушай, Рашид, позволь, я тебе скажу сейчас сокровенную вещь. Я давно заметил, но я боюсь вызвать гнев сейчас недалеко думающих людей, я поэтому хочу всех предупредить. Очень серьезную вещь скажу, поэтому прежде, чем реагировать, подумайте. вот, например, первородный грех, когда змей предлагает Еве попробовать с древа познания добра и зла, плод. Она говорит, отец сказал, нельзя. А змей говорит, а знаешь, почему? Она говорит, а почему? А змей говорит, потому что станете, как он. А люди как трактуют? Люди трактуют, что человек, совершил первородный грех, значит, он грешник, значит, ему нельзя давать свободу, потому что тогда он начнет и улицу на красный свет переходить. И вот этот шаблон закладывается с самого детства о первородном грехе. Ну, это в Библии, в Торе, везде. Если мы, не задумываясь, воспринимаем такие аксиомы, то мы растем такими с презумпцией виновности, к природе человека, нам всем кажется, что человек по природе зверь. То есть, изначально мы виноваты. Да, 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 и нельзя выдавать свободу. И вот в тех странах, где больше акцентируется на том, что человек по природе животное, зверь, больше преступлений, а в тех странах меньше на это обращать внимание, и где больше занимаются позитивным, созидательным действием, меньше преступлений. Поэтому, если мы человеку изначально, вот я психотерапевт, почему я быстро могу выводить за 5-10 минут из любого стресса? Потому что я его вижу в лучшем свете, в лучших качествах, в божественном свете. Я вижу, что он потенциально творец, а не больной какой-то. И когда я делаю акценты на позитивном, он и восстанавливается. Вот это удивительно. У меня вся теория, и она, кстати говоря, миллион раз проверенная и доказанная в Беслане, и когда я Марс-500 готовил, когда подводную лотку курса мы с Оленом, моим сыном, туда входили, готовили военный персонал. У меня за плечами стоит весь этот опыт, и я же поэтому понимаю, поэтому быстро восстанавливаю людей из любого стресса. Вот это же интересно, что когда мы видим человека в лучшем свете, мы ему можем помочь, а когда мы видим его сразу негодяем, животным, неугодным и так далее, мы его затаптываем. А это идет с детства, от этого первородного греха, который нам в Вифторе и в Библии везде написано. Ну, а кто сочинял? Мы опять возвращаемся. Сочиняли мужики, чтобы подчинить всех остальных, правильно? Правильно. И в первую очередь на женщине отыграться, вот я называю это патриархат, это мужчины мстят. А может, потому что мужик просто сильнее физически, нет, поэтому он мог девичину взять и побить. Обожди, слушай, вот здесь я с тобой не согласен. Во-первых, мужчина силен на пять минут, в любом случае. На войне то же самое, подвиг пять минут и все, дальше он сдох. в постель то же самое, пять минут и дальше он лежит. Все. Какой силе мы говорим, девять месяцев женщина носит свой плод. Через что она проходит? Хоть бы один мужик, ты знаешь, температура 37,2, все, я умираю. Да-да-да-да. 37,2. А вот чтобы девять месяцев там пройти через эти все проблемы, да, и родить еще самое главное, потом еще и родить. И на ноги поставить, слушай, и защитить. А это и дальше при этом и маленький ребенок, и большой ребенок. Еще этого можно его защитить. Да, и ты говоришь, что это слабый, я вот всегда удивляюсь, когда говорят. Именно, да даже войну, вот смотри, последнюю, вторую мировую войну, на чем вышла Россия-то? Мужики на фронте, да, они сбегали в атаку, а дальше они там готовятся и прочее. А бабы-то пахали по 14-16 часов стояли у штанков. Да. Кто выдержал? Мы с тобой поем славу женщине, утверждаем у всех понимание, уважение к женщине. Что мы еще поем? вот поэтому Рашид пророк, а я поэтому, нет, это ты. Ты пророк. Я пророк, я запутался, кто пророк, кто не пророк. Мудрец, наш Рашид мудрец, поэтому, друзья, подключайтесь, пишите комменты, пишите, как вот это вот состояние нуля, которое Рашид меня убедил, что надо назвать моим именем, потому что Нирвану Будда предлагал использовать для восстановления, для пребывания в этом состоянии, отрешенности от быта, суеты, агрессии, штампов, мышления и так далее, но при этом он не подсказал, что через нее надо выходить на созидательное творчество, а только там находиться. И Нирвана, как Рашид сказал, это самоцель для буддизма. Там, где говорят сопереживания нужно. О созидании не сказали. Я правильно говорю, Рашид, или нет? Ты добавил. Да, правильно. Единственное, что Нирвана это все-таки от буддистов, от индуистов идет. В индуизме это обозвали Нирваной, Будда просто принял, потому что Будда все-таки помоложе. Буддизм 2000 лет, а индуизм 5-6 тысяч лет. Так, небольшое замечание. Но пророку это не обязательно знать, потому что он пророк и все. Остальное за ним было не донесли. Правильно. Поэтому ты и пришел. Я всего лет 20 назад понял, что пророк это не тот, который даты назначает. Пророк это тот, который говорит о закономерностях развития человека и человечества. он знает, как вывести людей к этому новому. Вот почему я тебя пророком. Ты же знаешь, как, каким методом вести, в отличие от последних пророков. научить человека быть человеком вопреки всех обстоятельствах, тем, что даже энергию стресса использовать и переводить ее, как в айкидо, на созидательную деятельность. Отвечать на вопросы и зла делать добро. Вот это женщинам лучше всего удавалось всегда на протяжении всей истории человечества. Именно из зла женщины делали добро. Потому что мать берегиня. Мать берегиня. Мы знаем, как нас любила наша мама. Как нас любила наша мама вопреки всем обстоятельствам. И вот это страдание матери по детенышу даже у птичек есть. Даже у лисичек есть. Они защищают своих. Даже у крокодилец есть. Они защищают своих детенышей. Вот опять же ты правильно подметил, да? Мужик так не бросится защищать свое дитё. Потому что он знает, он еще может наделать. Так природно создала. А женщина до конца будет бороться за свое дитё. Вот поэтому мы и выжили как человечество. Спасибо, Рашид. Мы ждем тебя. как можно быстрее, потому что будет много комментов. Мы о разных гранях истины говорили. И всех приглашаем писать вопросы, предложения. Давайте пишите быстрее. Почему? Потому что мы хотим в этой точке неизвестности, в которую мы сейчас весь мир попал, дать какое-то новое слово. А для этого надо, чтобы мы думали своей головой, не попадая ни под какие манипуляции. Спасибо тебе, Рашид. До встречи. Это тебе спасибо, пророк, потому что ты показываешь нам, куда идти. Ну, спасибо, спасибо. Мне приятно это слышать, хотя я очень скромно и так не считаю. Ну, давай, пускай так считает, кому это нравится, пускай у нас будет много-много друзей, потому что мы ищем братьев по разуму. До встречи. И по человечности. Ну, всех благ. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Да, пишите, пишите и на наши каналы подключайтесь. Чем больше будет у нас сообщество наше такое творческое, тем быстрее придет то, о чем мы все время думаем. Да, друзья, до встречи. До встречи.